и плюс у саши нет рук тук тук кто там не саш окей чернота чернота как тебе не стыдно у нас учительница по русскому языку говорила про лав про лавка по русскому языку поэтому я вырос тримлером и не могу теперь отправить здравствуйте ученики простите дядя сурен сегодня мы будем учить правила написания русский язык раз вы что скажу не пытайтесь это понять просто нужно запомнить илька орелька ищутся без мягкого знака урол простите с вашим мужем на работе несчастный случай произошел и в каток переехал до обуви сейчас открою да не надо мы его подбить хорошо страшные дела короче нанял мужик двух работников на ремонт и этот ну вроде нормальный но про них ничего не известно там не отзывов ничего говорит вот вам квартиру нужно ремонт сделать и таки окей не вопрос говно вопрос сейчас вы будет через полмесяца приходит в квартиру обои поклеены все идеально наличники короче везде все плинтусы окна поставлен он такой блин как охеренно давайте туалет посмотрим заходит туалет все красиво и унитаз вверх ногами стоит и такие вы че блять унитаз вверх ногами работник один гича ща погоди забирается вверх ногами на унитаз и начинает короче ну унитаз к потолку прикручен начинает срать ну говно валится на него матча все он такое спускается гулять а 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 кей это анекдот нас кстати переводится не только как орехи но еще и как сумасшедший маслом так небольшая ремарочка есть кстати анекдот про ремарку позвольте вставить ремарку себе вставь сказал ремарк господи ну вчера и сегодня был один из сильных магнитных бурь за последние годы 21 час длилась голова чумная жесть а видимо поэтому настю так уху и бесит у меня низкое давление но у меня ощущение что у меня высокое давление у меня болит голова в носу похрустывает я такая и ну вялое немножко не в адеквате так что извините я просто объебуш который не хотел просыпаться на самом теле не вчера не сегодня все равно нормальное давление для меня 105 на 72 ну низковато чуть-чуть вот но это же из-за того что я пил вот это от ритми и пульс 75 это состояние как будто я блять умираю это сегодня я же ходила давление я захожу кстати а там стул стоит рядом ты видимо мерила давление оставила икеечка такая коробки с этим с тонометром что все нормально закрыла то придет а то по это оставила если шлангочку придешь а шлангочка погрызанная нахуй а я тонометром вроде на место поставил нет нет я только я только сейчас понял что он стоит рядом с швейной машинкой это не за номер то там стоит и глюкометр арсенал старости надо эти и мы проверили глюкометры свежие эти тест-волоски купить да ты сама по себе глюкометр счет от мужик едет на машине внутренний голос говорит остановись и копай здесь копает опа нашел мешок золото едет дальше внутренний голос говорит брось мешок в море мужик думает сейчас выборят 10 мешков бросил ничего не сбывал дракон внутри него и отвезти дал как удру и нее я не услышала из-за этой из-за речи в игре андре не голос такой видал как булькнула идет бабушка с внуком по парку видит глубей внук бабуль у тебя есть хлеб а бабушка отвечает ешь без хлеба господи любишь хлеба патолога она там умер а с утра все равно поехал на работу заходит рыцарь в пещеру с монстрами и видит что все в говне стулья в говне стены в говне деревья в говне заблудился нашел кого-то и спрашивает извините не подскажете как отсюда выйти а ему в ответ я моленье клинок микелы что хорошо почему мне не так слышно как тебе а вообще на самом деле это знаешь анекдот про это любое средневековье и частности фэнтезийная просто как как это показывали в нулевых всем все абсолютные чумазики эти гря это грязные ободки на ногтях и чумазые лица даже у знатных это неправда шоу артур полис увидит пепа айланд сел в нее играть и сгорел да спасибо бильбо и голум играют в загадку бильбо что у меня в кармане достает блок что-то отупеваем по ходу что общего между слепым гинекологом и здоровой собакой все все чат я понимаю ваш восторг по поводу того что вы открыли для себя новые грани своего характера что вы мерзкие люди такие же как и я мерзкие спекла бабушка колобка и говорит ему в макдональдс не хотят у сосиску в попу сосу как отравился максим галкин лизнул старую курагу его иммунитет он должен был привыкнуть уже смотришь на часы потом на девушку на часы на девушку она спрашивает почему вы смотрите то на часы то на меня у меня часы волшебный показывают если на девушках ниже им белье что же они показывают про меня что на вас нет трусиков но они есть значит спешат написал ну ладно это было смешно с помощью короче говоря анекдота вы знаете что девушки они как правило любят веселых изобретательных вот помните анекдот про ёжика который в общем его приносят и горит а у меня ёжик разговаривает что такое вы чё несете ёжики говорит ну разговаривать не умеют он такой щагрит смотрите засовывать его палец в жопу чаще ща подожди еще засовывает короче что тужится вот такой пляга сейчас подождите засовывать целиком пальцы тогда было смешнее но я был более красивым внимание анекдот находит значит путешественник журнал на пляже читает 5 число пятница 6 число пятница 7 число пятница закрывает журнал и читает название эротический дневник робинзона круза вернулся мужик с командировки открывать шкаф оттуда голый мужик вываливается в шубе и кто такой я моль а шубу куда понес мода я цуренчик ты знаешь этому анекдоту примерно так ну его в статском физкультурники еще печатать понимаешь и стыдно баяни одна девушка во время падения звезды не успела до конца загадать желание и теперь она все время хочет отвратительно не вот только сейчас начал понимать этой серии анекдотов как сношаются клоуны ну так видос относительно своей же с учетом того что тут даже есть это от атомик hard в попыхах этой серии анекдотов как сношаются клоуны в попыхах да нет вернее приболел и купил таблетки открывая думаю что они такие большие как их глотать вообще в обретке не лезут отправился читать способ применения заметил что они ректальные так что пошел приболел и купил таблетки открываю думаю что и такие большие как и глотать вообще в общем отправился читать способ применения за то что не ректальный вот да аккуратней внимательно читать инструкцию это как в том анекдоте я не помню говорит того как эти свечи применяете в жопу пихать их что-ли что их пилить да нет в жопу пихал вы чё вы чё говорит эти свечи идите что ли нет в жопу пихают туда еще и поджечь пытается господи бензопилой рубец анекдот про мужиков до которым японскую бензопилу дали и таки дерево или там как джик дерево по лентике нихуя бля берут два дерева нихуя блю три дерева разрубает ни хуя бля не такие ставят рельсу затупились ну в общем зубцы она все слова сантики кто-то ясно ты гасадри на то как в этом форест сынах фореста пилится дерево и думаю почему она пилится так как будто бы она не пилится термитами жирю жрется да что то такое да это был примерный пересказ я нихрена не помню анекдот но рассказать его был должен обязан словесный понос он такой это как в том меме где трахуются два тираннозавра и она кричит схвати меня золоса он говорит я пытаюсь блять у меня ручки отвратительно не на 8 марта пожалуйста свои отвратительные анекдоты не несите их сюда господь купил себе как-то тираннозавр укулеле она ему как раз донос от гражданина алабина на бориса борис обвинен высмеивание целостности союза в анекдотах наказание расстрел это за наши анекдоты ну вот все закон подействовал дамы и господа сегодня с первого числа мы начинаем отвечать за все эти пахабные анекдоты господи ох уж эти анекдоты иногда в чат иногда иногда в чат как кто-нибудь завалится как начнут анекдоты написывать читаешь и даже даем мое жаль редко бывают смешные поэтому я обычно такой анекдоты мы не жалуем спасибо за просмотр все и и и и Продолжение следует...